Из книги «Открытым оком», 21-й том, хема Лапкин книги, вопрос 3432. «Зачем публикуются письма, если они для частного лица написаны были?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Все послания в Новом Завете есть, по сути, самые настоящие письма и даже частным лицам, как Тимофею, Филимону, Титу. Прочтите их и получите пользу через 2000 лет после их написания. В письмах человек не тот, что в своем романе, если, конечно, он искренен, но очень уж много пустяшного в тех письмах, как у Чехова, у Чехова Антона Павловича. На письмо может быть и сохранившийся ответ, и тогда картина того времени открывается красочнее. Через письма узников мы познаем то, чего ниоткуда больше нам не узнать. Вот крошка из моей переписки с сегодняшних дней. Об этом человеке прочесть можно в книге «Отпыт рвоком», том 21, вопрос 3419. Христос воскрес! Добрый день, воин! Ратник Игнатий! Звонит тебе в бумажный конверт «Колокольчик» Сергей Макаров. Я недавно получил посылку, огромную коробку, набитую книгами, целая поленица. Последнее время я старался очистить свою квартиру от тех книг, которые собирал пол жизни. Собираю сумку и отношу в библиотеку. И тут вдруг еще прибыла. Куда размещать? Как распорядиться? Тем более не просил я, чтобы мне высылать такую уйму книг. С одной стороны на халяву, как говорится, хрен сладким кажется, с другой я обязанно становлюсь перед дарителем. Правда, это и не подарок. В посылке нет ни слова, что это мне подарок. Просто как с неба свалилась. Просто находка нашлась. Одним словом, сложные чувства вызвала посылочка. А читать? Читаю. С удовольствием. Восторгаюсь ревности мысли автора. Удивлен надчитанностью твоей, Игнатий Тихонович. Неуемностью, отваги, увлеченностью, какой-то гигантизм. Вместе с этим что-то шевелится в душе, когда много тебя читаешь. Может быть, ты великим и будешь прославлен когда-нибудь? Может быть, ты не единственный такой. Может быть, таких мудрецов было и раньше много, только мы их имен не ведаем. А может, и ведать их не надо. Что-то одним словом настораживает. Какая-то излишность, страстность выпячивается. Я читаю с интересом, потому что знаю ваши места. Видел тебя, слушал тебя. Мне интересно хотя бы узнать что-то новое, добавочное тебе о твоем окружении. А интересно ли это читать людям, которые понятия не имеют, что существует где-то в степи потеряевка. Что летом есть там стан, что держит там порядок некто, лапкин Игнатий. А мне все интересно, даже твой ответ, как относиться к новорожденным котятам. И то читаю, зачем ты прислал мне поленицу? Чтобы я читал покупателей твоих произведений, чтобы возбуждал интерес потенциальных спонсоров, которые, прочитав эти книги, согласились бы помогать себе материально. Откровенно скажу, что в моем круге знакомых нет. Таковых я не знаю, к кому обращаться. Прости. Конечно, я еще все книги твои не одолел, может быть, и не одолею. А то, что уже уж прочитал или пролистал, заставляет меня сказать несколько слов относительно книг, открытым оком несколько советов, пожеланий, без которых, конечно, можно обойтись. Хотя все-таки, как товарищ, ты, возможно, не нуждаешься в этих моих советах, ты очень и без того знающий. И однако, мне кажется, что было бы лучше более строго подходить к их изданию. Вся ценность твоих книг – это на конкретных вопросах, ответах разъяснять Святое Писание. Все доходчиво у тебя, разумительно. Но по известной тебе пословице ты все сваливаешь в кучу, дескать, разбираясь, читатель сам. Когда ты читаешь лекцию, то в порядке поступления записок с вопросами ты и даешь ответ. Но книга – это не устная беседа, это надолго советчик, подсказчик. Книга требует систематизирования. В одной части, допустим, идут вопросы-ответы на тему, как относиться к домашним животным. И надо помещать все, что писатель знает из книг, из личного опыта, из других источников. В другой главе, к примеру, отношение к московской патриархии. А иначе создается винегрет или зачем много фотографий. Фото – это маловыразительно из точки художественной, из точки зрения проповеди. Проповедь – это уже интересно для более широкой аудитории. И в Рязани, и в Ростове, и в Анадыре с интересом прочтут. Поэтому мне опять же кажется, что их надо бы издавать отдельной книгой. Спрос на нее будет шире. И еще стихи. Их много. В каждом томе для широкого круга читателей это не очень интересно. Это тоже утяжеляет книжку. Не вызывает желания тратиться на нее и держать в личной библиотеке. А итогом всего, как товара, к этим окам трудно сбыть. Жаль, что у сам издатовских книг, как правило, нет руки редактора. Игнатий Тихонович, еще раз прости. Желаю тебе здоровья, новых книг, дальнейшего восхождения на высокую духовную гору. Гора высокая. Тебя, как и многих, время от времени Господь тоже посвящает. И болезнью, и огнем. Всякое бывает. Всегда ли смиренно принимаешь сам, призывая к этому других? Второе письмо в тот же день получил. 19 апреля 2007 года. Игнатий Тихонович, все читаю твои книжки. И апрель холодный. На садовом участке пока работы нет, вот и читаю до головной боли. Комплименты говорить в твой адрес. Устал. Читать интересно. Все убедительно, все живо. С искрой не устаю удивляться. Напористость, напористость бойцовского натура. Я не то, что завидую, я не такой. Я не боец, сила моя нулевая. Вот поэтому удивляться приходится чужой силе. Прости, что иногда не слишком серьезно относился к тебе, когда от газеты Верст и приезжал в Барнаул, я не готов был вместить такую крупную личность, как ты. Но и тогда я догадывался, что есть какая-то тайна в том, что в руки мне попало твое письмо, адресованное не мне, а в редакцию. Но ведь мне пришлось поехать к тебе. Мне было на выбор предложено, мог и не поехать. Мне только интересно было, а ради чего судьба мне подарила возможность познакомиться с таким человеком иглой. И вот уже прошло семь лет. Мы не особенно поддерживали в эти годы отношения. И вдруг как с неба упала вязанка книг. Не знаешь даже радоваться этому или нет. Пользу от чтения получаю я в стопочке. Но, к сожалению, многого не понимаю. Что заставило тебя тащить этот груз на почту? Платить за посылку? Помню свои три очерка о потеряевке. Я принес знакомого священника, он прочитал, и прочитала его жена, матушка. И она мне очень недружелюбно задала один-единственный вопрос. Сергей, а сколько вам за это заплатили? С тех пор я в тот дом не захожу и не звоню им. Одному издателю, вернее, главному редактору одного издательства, кстати, выходцу из Барнаула, сказала тебе неделю назад, а он мне, «А, этот сектант, что ли?» и говорит «Ничего». А ведь для чего-то, надеюсь, для хорошего было наше с тобой знакомство. И эти книги я получил не просто для того, чтобы смотреть на них, дочитать, как обычные книжки. Должен же быть какой-то смысл или нет. Но хочу опять же сделать несколько замечаний, пожеланий по поводу тех же книг твоих. Учитывая твое всезнайство и правильность, могу предположить, что замечания мои тебе не нужны. Или ты отмахнешься от них, как от комариного писка. «Я болею за тебя, Игнатий, я тебе не враг, поэтому мне даже обидно, с каким легкомыслием ты подставляешься недругом». «Ты ратник, ты воин, твоя кольчуга должна быть без изъянов, а если в ней два-три колечка выпало, ты становишься уязвим». Далее пространные пчелы, придирчивые читатели, которые без того на тебя зуб точат, радуют увлечить тебя в таких мелочах, какая матка вылетает с роем, молодая или старая. Они к богословию, конечно, отношений не имеют, но скажут, что коли автор в мелочах ошибки грубые лепит, то как ему можно доверять, когда он учит нас вещам крупным и серьезным, а там доказываешь, что ты не верблюд. «Или я не прав, Игнатий? Пусть твоя кольчуга будет сверху донизу справна. Будь внимательный, не спеши и прости меня, что посмел тебе указать на слабые места. Я ведь не все прочитал». «И еще вопрос. Если захочешь мне писать письмо, то напиши, пожалуйста, о твоем отце побольше, как он жил до войны и в войну. Если что не так, прости, подлеца. Может быть, придется еще разок увидеться где-нибудь у голубятни. Ночь письмо пролежало на столе, а утром перечитал его и ужаснулся. Что я тут наворочил Игнатию Лапкину? Аж страх меня пробрал. Перед таким мудрецом надо молча стоять, внимать ему и слушать его, а не говорить ему всякие глупости. С нашей он знает и без нас. Правда. Примешь ли меня, не найдется ли для тебя, для меня норка для проживания дней на десять? Да, и пустишь ли меня в это селение. А то я тут хлопочу, ищу командировку от какой-нибудь редакции на Алтай. Гнусь перед всяким начальством, но может получиться так, что дадут добро, а меня лапки не подпустят и близко. Так не получится. Откровенно сказать, мне заманчиво рассказать. Как в стране России воскресла умершая когда-то деревня, о том, какие люди крепкие там нарождаются, на каких духовных сваях стоят они, иных слов нет. Поэтому и хочется рассказать, если удастся, если все сложится как надо, если это Богу угодно. Может, для того и книги мне присланы твои тяжелые, как камни, чтобы вымастить дорожку мне в вашу степь. Ведь для чего-то вяжется из-под вальцепочка событий на мелком моем масштабе. Но мне пока отказ за отказом следует, хотя надеяться не перестаю. Завтра пойду на почту, и если совесть меня не заест за это письмо, отнесу его и опущу в ящик. Сергею Сергеевичу Макарову, радоваться во Христе, мир вам! Христос воскрес! Получу сразу два письма от вас, сразу же о вашей командировке на Алтай, только не к нам, ввиду того, что нового ничего у нас нет, и потратить зряшно. А принять вас мы все и всегда рады. Прошло семь лет после нашей встречи. Мы все те же, почти все восемь страниц ваших писем о моих 26 книгах, какие я вам послал. Вы сказали, что хотели бы получить мои книги. А чем вы позвонили до этого сами же? К вам мои отношения всегда были доброжелательные, и за семь лет у нас в Потеряевке перебывало много журналистов, районных, краевых, из Москвы, из-за границы, но после их отъезда я всегда говорил, нет, это не Макаров Сергей Сергеевич, ваша детская непосредственность, любознательность. Приблизила вас к нам по-настоящему. Место вам найдем, если будете в Потеряевке, ибо я там буду в лагере станет с 10 июня по 10 октября. Если книги мои вам не нужны, то предложите бесплатно в любую библиотеку в Москве, но чтобы мне выдали бумагу с печатью и на бланке, что получили в дар столько-то книг от меня, но вы их не прочитали. Когда их в расчете, их у вас не всякий выпросит. Я совершенно точно знаю, что книги эти вместе со мной не умрут, и самый большой их недостаток то, что я еще живой. Эти книги священники уже ставят в один ряд с трудами святых отцов, на что я сам никогда не претендовал. Но добавляю к их восторгу, что некоторых святых отцов на сегодняшний день они потеснят. Вы просто не обратили внимания на название книги и на первые слова в каждой книге открытым уком. И вопросы и ответы во всей Библии, во свете Библии. Если трудно воспринять то, что я сказал как проповедник, то я не против, если буду почитаться за пропагандиста Библии. Моя задача в том и состоит, чтобы усадить человека вновь Христа, чтобы тот человек слушал Христа Иисуса, внимал только ему и все рассматривал во свете Слов Христа, Лука 10, 42. А одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Наш сайт с моими книгами входов около 40 тысяч. Такой отзыв конкретно по месту книги дам только один Макаровым Сергеем Сергеевичем, за что ему да воздаст Бог милостью. Это говорит только об одном, что как один епископ выдохнул. Я ненавижу ваши книги, но я ничего не могу возразить, настолько там все сыментировано Словом Божьим. Попы же и иные читатели понимают, что если они хотят отрицать написанное в книгах, им нужно посягнуть и на Библию. Когда вы просчете 7-8 тома, которые посвящены житьям святых, то найдете, что монашество на сегодняшнем его виде не евангельское устроение, и оно принесло больше зла, чем коммунизм и фашизм вместе взятые. Относительно винегрета и того, что вопросы нужно систематизировать по темам, то пока это не удается. Если же Господу будет угодно, то это сделают после моей смерти иные люди. Путину задают вопросы со всей России, и они самые... Путину задают вопросы со всей России, и они самые различные от возможности его президентства на третий срок и до собаки его. Прошу и вас открывать указанные мною места, чтобы мне излишне не растекаться в повторах. В 17 томе в вопросе 3103 я подробно указываю, чьи ответы прокомментировал. Итого рассмотренного в свете Библию пяти духовных лиц, 380 вопросов, занявших 729 страниц, то есть целый том. В их вопросах-ответах тоже винегрет, тот же винегрет. Каждый вопрос ко мне я к себе и не отношу, а стараюсь отвести человека к ногам Христа, и чтобы очи его открылись. Относительно моего имени на издании Нового Завета к этому меня побуждали все, кто знал об издании, чтобы комментарий и не было ли инкогнито. Прошло уже 4 года, теперь видно, что так и должно было быть. В самом тексте Нового Завета пропечатаны имена Ирода, Пилата, Сатаны, Дьявола и даже Антихица. От этого писания не отвернилось. Раньше издавала Патриархия Новый Завет с указанием типографии имени Красного Знамени. Могло быть и с именем Вилла. Я получаю отзывы из Австралии, Америки, Германии, Греции, Украины, Казахстана, Киргизии и других мест. Ни одного ответа или вопроса никто не посчитал лишним. Одному нужно одно, а другому как раз то, что тебе и на дух не нужно. Так что снова вижу, что мое предельно осторожное отношение к задаваемым вопросам, мое уважение к слушателям оправдывается. И чем дальше, тем больше. Кто толкует или комментирует Библию, он не прячет своего имени. И Библии те даже называются по минам тех людей. Библия Лопухина, Коуфилда, Верси, Баркли. Комментарии мои на «Новый завет» все отдельно изданы в пятом томе, а фотографии, которых показалось много. Первое такое замечание из десятков тысяч. Отзывы были совершенно обратные. Каждую фотографию рассматривают с интересом. Рассматривают с интересом. Всесибирский фотоконкурс присудил фотохудожнику Волобуеву за потерявительские фотографии Гран-при. Назвав его серию «Заповедник веры», его съемки продолжались 14 лет. Проповеди издать отдельная книга – это будет не лучше пока. Всего издано 752 проповеди. Книги не на один день, так что их малый тираж, пока мало кому известен. Людям нужны «Матрицы». Агата Кристи и Гарри Поттер. «Красное колесо» Солженицына никто почти еще и не читал. Чтобы вас не смущать, скажу, что одна моя книга потянет дороже всех тридцати томов Солженицына, не говоря про прочую шелуху самых маститых. Почему? В моих книгах не вымысел, а жизнь. И при том невременно отображена. И по любому вопросу я указываю на то, как сверху это смотрится. Стихи тоже советую тебе отдельно издавать. Имеющих книги беру во свидетели, что вот так как раз и есть лучше. Все книги не все будут иметь, а нужно, чтобы и по отдельной книге человек мог дорогу к Библии и ко Христу найти. О трудностях с быта книг пока не заботюсь. Они опередили наше время и на один год. В стране и в церкви идет все к тому, чтобы возникла жажда хлеба духовного. Толкование апокалипсиса издано уже в разных издательствах отдельно. Но именно вот так в совокупности со всем Новым Заветом пользуется несравненно большим спросом. И, конечно же, лучшим. О приписке про Кызыл и про Лапкина, где обратился Фаст, не моя прихоть. А так было пропечатано в журнале старое и новое. И издатели поставили мне условия взять из четырех журналов, где вышло толкование, ничего не упуская. Пишите в отсутствии руки редактора и о том жалеете. Какой редактор, где он? Я ведь буквально прорубаюсь, реализовала в лжи официального православия. Вот вы сходили к одному священнику, и даже его матушка мыслит по-поповски шаблонно. Сколько вам Игнатий дал денег на статью? Это их уровень. И она не была облечена своей совестью, что говорит, может быть, о покинутости духом святым их душ. Другой человек не читал, но знает, что надо судить и приклеить слово «сектант». Разве этот род людей сам по себе научился так говорить? Эта же система работала тысячелетия, создавая новую неевангельскую религию тьмы и утробы. Тайна нашей с вами встречи в том, чтобы ваша душа узнала личного Христа, личную встречу со Христом, имела и жила бы во Христе. А это вы нигде так зримо не сможете найти, как в этих книгах. Я послал вам книги только потому, что вы полюбились мне, а не ради освобождения дома своего от книжных завалов. Как вы иронизируете, это я могу сделать в один день на книжном развале здесь. Имея свидетельство многие из других мест, что когда явно к нам нерасположенные люди начинали читать наши книги, они совершенно преобразились и сделались искателями Иисуса Христа. Важность вопроса определяю не я, а душа, которую через этот вопрос Дух Святой ищет. Вы в 15 томе прочтите 74 сверенца, как люди пришли ко Христу и в нашу общину. И этот ваш намек умрет. У меня столько места, что я храню кубометры газетной продукции для потомков. Про сортировку шерсти и про провеивание пшеницы, все это вы пишите верно. Но тут сравнение совершенно не годится. Вся Библия из такого откини, где-то хотя бы та же салтирь. Возник вопрос, и среди тысячи вопросов именно он задан. Почему? Это и есть больное место. Через исцеление от этой болячки и будет исцеление. А здоровому или мыслящему себя здоровым этот ответ кажется пустяковым. Я слышал много раз, что когда люди приходили на наши занятия с готовыми вопросами, и когда они пришли, я именно в том порядке отвечала их, когда они еще не были и не были заданы. Это для богача смешно услышать про слезы бабушке, у которой сдохла ее курочка. А для нее она не менее стоила, чем прорванная сеть апостола Петра. И все, что вы высказали о работе со словом, вы в этом совершенно правы. Но я-то работаю не со словом, а со словом Божиим. Вот тут и граница. Куда ваш опыт журналиста не вхож, пока не подниметесь на иной этаж? После каждой моей радиопередачи поступало мне более 30 вопросов. А учитывая, где и сколько я выступал, то уже перед началом издания этих книг у меня скопилось более 3500 вопросов. Сначала я их классифицировал. В первом томе 600 вопросов, и видно, что они разбиты по темам. А дальше как поступают, так и отвечаю. 1 Коринфянам 2.15. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. О пчелах. Я не пчеловод и говорю с чужого голоса, с книги, из опыта пчеловодов. Моя мама всю жизнь держала пчелы, работала в коходе на пасеке. Но так когда я ей читал книги и журналы пчеловодческие, я на той тонкости про пчел не знала. И книги и журналы пишут по-разному об одном и том же. Я эти сведения давал мимоходом. И они никакой роли не играют в проповеди. Если их вырежет кто, мне это не в обиду. И не настаиваю. Вышла прекрасная книга Павла Иоса. Сифовича Рогозина Баптиста. Существует ли загробная жизнь с массой примеров чудесного в теле человека, в космосе, вокруг нас? И пошли опровержения со всех сторон, и от врачей, и от космонавтов. Прошло время он умер, успокоились, а теперь переиздают и старообрядцы. Текст мой не только не сырой, но он пропечен на огне, который горит уже 3600 лет. Время от Моисеева закона, от первой книги Библии. Повторяю, что все ваши замечания замечательно хороши. Я потирал радостно руки и смеялся сам. Наконец-то хотя бы один заговорил. Вот вы трепетность показали, прочитав мой отзыв о глубине Слова Божия. Что это бездна великая. Вы же посчитали, что слово бездна говорит о преисподней. А тут, и тут вы правы, потому что вы употребляли это слово в общепринятом смысле. Вот про это я и сказал, что рад, что не имею советского лжедуховного образования. Не учился в семинарии и академии. Я за образование, и у нас многие учатся. Но вот вы задали вопрос о бездне. И все академики сели и вытаращились. Окупела в словаре безбожной. Я же открываю Библию и читаю. Псалом 35.7. Правда твоя, как горы Божия. И судьбы твои, бездна великая. Человеков и скотов хранишь ты, Господи. Псалом 41.8. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои, волны твои прошли надо мною. Святые поясняют, что бездна, безмерность моих грехов попьет в бездне и милосердие Божие. Римлянам 11.33. О бездна, богатство и премудрость и ведение Божие. Как непостижимы судьбы его и неследимы пути его. Говоря о премудрости Божией, мудрец восклицает. Сирахов 25.31. Мысль ее полнее моря и намерение ее глубже великой бездны. Сирахов 43.18. Он проникает в бездну из сердца и видит все изгибы их. Очень прошу, если будете отвечать, то пишите печатно или от руки более внятно. Об отце моем я напишу позже, когда мою беседу с отцом моим оцифруют на компьютере. И тогда все будет дословно и точно. У меня огромная фонотека за 30 лет. Если из интервью возьму только половину, то это еще на 14 книг. А Потеряева Евдокия титр не уже описано в книгах. Ее муж Иван Нефатьевич умер в Потеряевке. Она его скоронила и уехала в Колпашево, Томской области, к дочери Ирине. Индекс почтовый 636-460, Томская область, город Колпашево, улица Менделеева 2. Сын ее Геннадий, с которым она приезжала, тоже внезапно умер в Колпашево. О племяннии Горбунов Женя описан в 13 томе страницы 188-199. Как его выпроводили за пьянство из Потеряевки. Когда я сказала меди, что он наподобие пчелиной Блевотины, вы упрекнули меня, что я употребляю это слово Блевотина. Где надо и где не надо, так и покажите же мне, где надо, а где не надо. Я ведь так и считаю, что употребляю его только там, где надо. Притча 26-11. Как пёс возвращается на Блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. Кто не повинен в этом? Философия мира есть как раз то, что съедают. Исайя 28-8. Все столы, ибо все столы наполнены отвратительной Блевотиной, не чистого места. И мед на освящении носят, но не в жертву. Вот о чём я и сказала. А не просто в стены храма мед нельзя заносить. Стирахов 40-32. Главные из всех потребностей для жизни человека. Вода, огонь, железо, соль, пшеничная мука, мед, молоко, виноградный сок, масло и одежда. Притчи 25-16. Нашёл ты мед, ешь, сколько тебе потребно, чтобы не присытиться им и не изблевать его. Мед не скверняет храм, а в жертву его не приносят, а едят с горькими травами аунца. Левитам 2.11. Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу. Апостольское правило 72. Если кто из притча или мирян из Святой Церкви похитит воски или илей, да будет отлучен от общения церковного, и, вернув похищенное, в пятеро, да добавит к тому, что взял. Ваш почерк вполне неразборчив. И кое-что я просто по смыслу догадывался, или просил кого-либо помочь мне понять написанное. Ваши письма принесли бы мне намного больше радости, если бы я сумел всё прочитать в них. Свои стихи я и не считаю стихами. Это проповеди в стихотворной форме. На последней странице в книгах вы увидите, что набор делаю сам и вертку тоже, а в 18 томе 16 фотографий тоже мои тоже. Мои же. Поверьте, мне пока на слово, что аналога моим книгам православия нет вообще, да и в мировой литературе на сегодняшний день. Прочите седьмые и восьмые тома. Это ваше представление монашице не останется следа. Так мне и пишут со всех сторон. Попы тут лютуют на книги. И как сказал один из батюшек, что местный епископ не начинает ни одного совещания, не заканчивает, чтобы не пройтись по мне. Значит, мы живы. А нельзя ли вашей жене сюда приехать? Когда вы сказали, что после написания статьи вы даете про честь жене, и ее слово бывает не последнее. Мне это очень полюбилось. Игнатий, 19 апреля 2007 года. После словия. Мы стали-то час молиться о поездке Сергея Сергеевича к нам, если Господу угодно, то и вдруг ему российская газета дает командировку в Потеряевку, 30 мая 2007 года он уже был в Барнауле, и ночью же выехал в Потеряевку. Он мне подарил книжку свою «Помню странника» 262 страницы тираж 100 экземпляров, и я ее прочел на следующий день, сделав 377 пометок, которые частично успели с ним и разобрать после его возвращения. Сходили к руководству Алтайского государственного университета с братом Игорем мы сильно насели на Сергея Сергеевича, относительно его паломничества, крестных ходов и прочее, что ни разу он не доводит своего описания встреч с людьми до правильного конца. Принятие Христа. Почему? Вывод напрашивается только один. Украшаю тебя добродетели, до которых другим далеко, и беру небеса во свидетели, уважаю тебя глубоко. Не обидишь ты даром и гадины, ты помочь и злодею готов, и червонцы твои не украдены у сирот беззащитных и вдов. В дружбу к сильному влезь, не желаешь ты, чтоб успеху делишек помочь, и без умыслу с ним оставляешь ты с глазу на глаз красавицу дочь, не гнушаешься темной породою, братья нам по Христу мужички, и родню свою длиннобородую не гоняешь с порогов толчки. Не спрошу я, откуда явилось, что теперь в сундуках твоих есть. Знаю, с неба к тебе все свалилось, за твою добродетель и честь. 1845 год. Николай Алексеевич Некрасов.